В минувшие выходные в Чебоксарах прошел форум молодых предпринимателей Приволжского федерального округа. В работе форума принял участие уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов. В рамках пленарного седания говорили о мерах господдержки, бизнес-инициатив, механизмах стимулирования предпринимательской активности. Борис Титов успел посетить и строящийся в Новочебоксарске полигон твердых бытовых отходов. Мариса Титова заинтересовала опыт Чуваши в решении проблем экологии и эффективного взаимодействия бизнеса и государства в этом направлении. У нас есть свое направление, которым нам приходится каждый день заниматься. Это экология. У нас есть общественный даже омбудсмен, полномоченный по экологии неверов. И мы каждый день сталкиваемся с большими проблемами, которые связаны с экологией, в том числе и утилизацией отходов. Проект сбора мусора продуман до мелочей. Около 300 машин собирают отходы в муниципалитетах, затем везут на мусороперегрузочную станцию. Там происходит первичная сортировка. После этого сортированный мусор грузят в герметичные баки, собирают своеобразный автопоезд, конечная станция которого – полигон. Большим грузом придется сделать в день всего лишь 8 рейсов. Без сортировки на станции рейсов было бы на порядок больше. Сейчас управляющая компания «Управление отходами» работает над тем, чтобы найти покупателя напригодное для переработки вторичное сырье – стекло, пластик и бумагу. Сама технология новая. Пока отходов нет, но видно, что это уже очень сложное технологическое производство, которое будет максимально экологически чистым. Конечно, такие технологии пока в разработке, но должно пройти время, чтобы их внедрить. А главное – научить ими пользоваться жителей города. Население будет без разницы, скажем так, 2 рубля, он сэкономил, это неощутимо. А вот когда детская площадка появилась… Это мокрое, не мокрое, уже можно, по крайней мере, дом может построить детскую площадку, да? Да, да. А если еще и стекло от металлов и от бумаги, то это вообще тогда можно очень серьезно сэкономить. Сэкономили полгода, поставили качели, люди уже видят, что они сделали. Следующий шаг. У управления отходами есть свой венчурный фонд. Вот сейчас обратились молодые предприниматели, они разработали систему по сбору раздельному. То есть там приложение есть, они нам показывали, вот сейчас думают, туда вложиться. И человек штрихует любой товар, упаковку, то есть у него уже в телефоне есть. И, скажем так, контейнер не откроется, пока он не отправит что там в этом контейнере. То есть открывается, и, соответственно, ему зачисляются деньги, допустим, насчет мобильного телефона. Борис Титов отметил, что строящийся полигон – это новые технологии и новые перспективы. Производство позволит улучшить не только экологическую, но и экономическую ситуацию. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.